Всем привет! Меня зовут Давид и очередной выпуск видео, который я называю «Я всем доволен». В этом выпуске я хочу поделиться с вами, даже не поделиться, а категорично посоветовать вам 4 фильма. Фильмы все остросюжетные, фильмы все интересные по-настоящему. Из этих 4 фильмов 3 можно смотреть всей семьей. А вот один из них, конечно, смотреть, может быть, с детьми, наверное, не стоит. И то в нем ничего нет плохого, просто там... Ну, наберитесь немножко терпения, послушайте меня. Я действительно советую вам, на мой взгляд, качественные вещи, качественный продукт, которые... фильмы, после которых вам захочется, я уверен, большинству из вас присмотреть их еще раз. Возможно, какие-то из них вы уже смотрели. Начну я, начну, начну, у меня 4 фильма. Ну, давайте я начну с фильма, который называется «Мирный воин». Меня просто шокирует и удивляет. Я не знаю, что это за профессия критик, кино-критик. Мне кажется, это какие-то ужасные люди. Они 25% дали всего лишь этому фильму рейтинг кинокритиков на кинопоиске. Я считаю, это чудовищно, потому что этот фильм учит доброму. Он о Боге. Он... Я не представляю, как его можно... Такой критик, либо какие-то люди сумасшедшие, либо я не знаю. Потому что если просто рейтинг фильма по кинопоиску, у него 8. 7,840. Но он достоин 10. Он достоин 100 из 100, поверьте. Смотрится фильм «На одном дыхании». Называется «Мирный воин». Вышел он аж в 2006 году. Мы с женой посмотрели его года, наверное, 2 или 3 назад. Мы очень сильно впечатлились. Я просто читаю информацию всю, не будешь запоминать. Смотрю на кинопоиске. Германия и США совместно. И я, конечно, не собираюсь пересказывать вам сюжет. Но там такие вещи в этом фильме, такие невероятные. То есть смотрится как вот именно, как настоящий остросюжетный фильм. Смотрится на одном дыхании. Ты не понимаешь сначала, почему так происходит. Потом понимаешь, что фильм-то, он даже, можно сказать, он духовности учит. Он учит преодолеванию себя, преодолеванию страхов, пониманию места в жизни. Абсолютно любые религии в этом чем-то схожи. То, что доносит до нас этот фильм. И даже удивительно, что он снят в Америке. Даже удивительно. То есть есть там глубокие фильмы, есть качественные фильмы, добрые. И это один из них. То есть если мы читаем описание, то видим, что талантливый гимнаст колледжа, парень молодой совсем, мечтает о выступлении на Олимпийских играх. Но у него случается травма, очень тяжелая. И в общем-то все его мечты, как будто на них можно поставить крест. Ему так говорят все. И врачи, и друзья. И он сам это понимает. Но в его жизни появляется незнакомец один Сократ. Это рабочий на бензоколонке. И этот Сократ, мы потом понимаем, что, как сказать, это фильм именно духовный. Что он ему помогает. И он сам выглядит, как обычно, такой типичный американец. Только что без сигареты. И вот даже насчет алкоголя, опять же, там есть такой момент интересный. Мне, как человеку не пьющему, абсолютно не курящему, и то я полностью согласен. Например, не хочу сюжет рассказывать, но этот Сократ, он действительно ему помогает. И понимает, что он как будто то ли ангел, то ли что-то такое. И все это смотрится именно, я говорю, всей семьей можно смотреть, как остросюжетный фильм. Нет здесь такого, знаете, что фильм именно какой-то о Боге или о чем. Просто фильм американский, но качественный. И так вот, например, этот Сократ, этот парень приходит к нему, он видит, он с сигарой и пьет виски. И он в шоке, но он спортсмен, он, разумеется, не должен употреблять. То есть, он смотрит, тот поворачивается, говорит, осуждаешь. Я не осуждаю, и ты не должен. И вот весь фильм состоит из таких цитат. Я очень рекомендую вам его, не из цитата, а из таких вещей. Я рекомендую посмотреть, это что-то невероятное. Следующий фильм называется он «Меняющие реальности». Снято он в 2011 году в США. Фильм невероятно остросюжетный, невероятно смотрится на одном дыхании. И просто, ну, как блокбастер можно назвать его рейтинг. У него достаточно высокий, кинокритики дали 72%, а обычный рейтинг фильма «Кинопоиск» 7,5%. То есть, я тоже даю ему все-таки десятку. Тут очень интересно. Начало типично американское. То есть, ну, как-то видно сразу, что это американский продукт. Но по ходу дела там, опять же, открываются некие поворотные сюжеты. Там и фантастика, и научная фантастика, можно сказать. И опять же, фильм о Боге. Поймите, я не агитироваю, чтобы вы смотрели, кто, допустим, там, что здесь. То есть, ну, фильм учит явно, опять же, целеустремленность, ну, сложно сказать, но я вам рекомендую его посмотреть. Фильм смотрится именно, вот, повторяю, повторяю, в течение видео, но действительно, эти фильмы смотрятся на одном дыхании. Они качественные, они учат чему-то хорошему, интересному. Здесь речь о конгрессмене. По нему сразу видно, что далеко пойдет. То есть, он уже какую-то власть имеет, ну, по фильму, мужчина молодой. И новые выборы проигрывает. Но тут же все равно мы понимаем, что он дальше пойдет, дальше и дальше. То есть, ну, фильм так сделан, вот, именно, что у него большое будущее. Но он встречает совершенно случайно девушку, незнакомку. И просто любовь с первого взгляда вспыхивает. Но их тут же разлучает судьба, получается, как, ну, не судьба просто. Он ее ищет, ему что-то мешает, ему мешает со всех сторон. И потом начинается настоящая фантастика, а после этого уже, ну, то есть, невероятно. То есть, просто невероятно. Здесь нет такого, прям, вот, супер какой-то доброты фильм не несет. Но он несет тоже какое-то понимание этого мира. И я уверен, посмотреть его стоит абсолютно всем, всей семьей, может, с детьми. Это совершенно будет не лишним. Все, разумеется, ссылки на эти фильмы я на YouTube под видео кладу. Ссылки на кинопоиск положу. Кто хочет скачать, найдет без проблем. Скачать, купить. То есть, все фильмы распространенные. А вот «Трасса 60» – это мой любимый фильм. Я его смотрел как раз еще в середине как раз 2000-х. Вышел он в 2001 году. Я не рекомендую его смотреть с детьми. Здесь, потому что есть и даже в чем-то пошлые сцены. Но они нужны. Они фильм... Ну, кто вот «Трассу 60» смотрел, наверняка на паузу поставил и начал писать комментарии. Говорит, это офигенный фильм там и так далее. На самом деле, фильм очень глубокий. Еще раз повторюсь, есть пошлые моменты даже. Ну, не настолько пошлые, что совсем. Нет, фильм тоже. Закрученный сюжет невероятный. Одно то, например, что попадают в параллельную просто как будто Америку. И едет парень на машине, которую ему отец подарил. Отец хочет, чтобы он учился, стал адвокатом. Он этого не хочет. И парень едет в путешествие, можно сказать, по потусторонней Америке. Там нет каких-то страсти. Это не Стивен Кинг ни в коем случае. Но там вещи такие творятся. Это, ну, невероятное. Там целый город, например, наркоманов. И люди работают за наркотики, а ночью отрываются. И во всем этом настолько глубокий смысл. Но некоторые вещи шокируют. Некоторые удивляют. Но вообще, вообще я вам его рекомендую посмотреть. И я думаю, уверен, вы будете не разочарованы. Что касается рейтинга, то рейтинг кинокритиков вот тут вот 80%. Они дали, молодцы. И также 8 из 10 баллов дают этому фильму зрители. Разумеется, мой рейтинг всех фильмов 10 баллов минимум и выше. Это трасса 60. И последний фильм, который хочу посоветовать, это «Иллюзия обмана». Он 2013 года, относительно свежий. В этом фильме нет чего-то такого глубокого и духовного. Особенно по сравнению с «Мирным воином». И вот в нем самое большое вот именно вот... Что-то вот действительно хорошее. Хорошее явно. Нет даже такого, что в «Меняющая реальность» или «Трассе 60». Это просто остросюжетный, качественный фильм. Ну, вообще, я когда его смотрел с Кристиной, с женой, мы просто вот... Иногда вот просто вот... Так вот, ну, глаза от удивления просто, как сказать... То есть вызывает удивление, вызывает восхищение. И, на мой взгляд, фильм заслуженно рекомендую. То есть, если почитать описание, то тут вообще... Команда маленькая, короткая. «Команда лучших иллюзионистов мира проворачивает дерзкое ограбление прямо во время своих шоу, играя в кошки-мышки с агентами ФБР». Здесь нет как таковой какой-то духовности, доброты, но я этот рекомендую фильм. Здесь нет пошлости, можно смотреть с детьми. Невероятно, невероятно классно. И если вам нравятся такие выпуски, я постараюсь побольше снимать, рассказывать о вещах, которые меня впечатлили. А то как-то несправедливо получается. На третьем канале «Арстайл Настрома», который называется, я рассказываю о фильмах ужасов, а о чем-то светлом, хорошем, добрым, позитивном как-то не уделял внимания, исправляюсь. Вот, я побреюсь обязательно, просто периодически так лень, если честно. Хочется с бородой походить, вот, собственно, иногда и хожу. Ладно, как всегда желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков. С уважением ко всем. Давид. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова